Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о зуде половых органов у мужчин и женщин. В общем-то, это на самом деле тема, конечно, не трех-пятиминутного разговора. Достаточно длительное время можно рассказывать о каждом из заболеваний, которые вызывают зуд половых органов. Но сегодня мы коротко постараемся об этом поговорить. Итак, какие же причины зудополовых органов могут быть? Достаточно часто это различные половые инфекции. При них формируется воспаление, при них формируется покраснение, отеки, а зуд является такой слабой характеристикой боли или слабым подвидом боли, как многие физиологи выделяют, и поэтому чаще всего один из самых частых признаков половых инфекций – это зуд. Это может быть зуд снаружи, например, при герпесе половом, это может быть зуд внутри канала при разных половых инфекциях, это может быть зуд головки полового члена, например, при молочнице и так далее. То есть ряд половых инфекций обладает свойством вызывать зуд. Также относящиеся к половым инфекциям можно считать и вшивость, и чесотку – это, в общем-то, заболевания, которые вызваны клещами. Чесотка – это чесоточный клещ, и при нем поражаются половые органы. Поражение половых органов считается одним из самых характерных. Зуд этот, как правило, беспокоит наиболее сильно человека ночью, и на, в том числе, половых органах появляются так называемые чесоточные ходы. Также необходимо упомянуть его о вшивости, о лобковых шах, о плотяных шахах, когда вши поражают либо лобковые волосы, иногда это бывают подмышечные волосы, бородой и соф также поражаются, либо это поражается, в общем-то, и тело человека, но локализуется вши на одежде. Тогда нужно искать поражение и в самих вши не только на полных органов, но и в складках одежды. Тоже это достаточно часто наблюдается, но, однако, у, конечно, лиц, которые либо ведут распущенный половой образ жизни, так как в итоге вступают в случайные половые контакты, и презерватив этого, естественно, не спасает, либо ведут социальный образ жизни и, соответственно, пренебрегают личным геем. Одна из самых частых причин зудополовых органов – это аллергия. Я заметил в своей практике, что очень часто аллергия начинается с половых органов. Ну, может быть, потому что люди ко мне как к дерматоминирологу обращаются, потому что считают это проявлением половых инфекций, и, проверяя половые инфекции, мы их не находим, ну и, соответственно, начинаем уже копать глубже, проверять кровь на сахар, находим часто сахарный диабет, проверять кровь на различные аллергические показатели, такие как и мы, глобулин Е, общий анализ крови, эснофильный катионный белок, и, соответственно, находим превышенные показатели и уже сотрудничаем с аллергологами в этом направлении. Людей, конечно, это очень сильно удивляет, почему вот так на половых органах проявляется аллергия, но часто она тут начинается. Возможно, это связано и с особенностями кожи, то, что она тонкая, чувствительная и так далее. Возможно, это связано с тем, что применяются часто различные химические агенты для смазок и так далее. Возможно, это часто связано с применением эрмистина, но и с другими факторами, но факт остается фактом, достаточно часто это показатель аллергии в организме, который начинается именно с половых органов. Необходимо упомянуть и о таком грибке-молочнице. Действительно, это один из самых частых возбудителей, которые поражают мочеполовые органы у мужчин в виде покраснения головки, покраснения крайней плоти. Наличие белого налета, она параллельно достаточно сильно зудит. В ряде случаев вовлекается мочеспускательный канал и у женщин также развивается кандидозный волюмогенид, который сопровождается достаточно интенсивных зудов и белыми выделениями. Также кандидоз часто поражает и паховые складки, формируется сильное покраснение, формируются также белые налеты на коже. Так как здесь вот эти участки постоянно трутся, они воспаляются, они достаточно хорошо увлажнены, то кандидов в них очень хорошо внедряются и, соответственно, начинается кандидозное поражение паховых складок, которое отличается достаточно сильным зудом. Необходимо поменять и о некоторых кожных заболеваниях, в частности, изолированное поражение половых органов красно-плоским лишаем, его кольцевидной формы. В частности, иногда это бывает и тот же самый псориаз, например, началом, когда тоже уже непосредственно морфологические элементы кожи на коже видны в паховой области, на половых органах это при красно-плоском лишае узелочки, при псориазе это небольшие также узелки, которые шелушатся покрыты белыми чешуйками и, соответственно, вот на основании такого просто осмотра, а иногда и гистологического исследования, в сложных случаях при заливенных поражениях можно поставить такое кожное заболевание, ну и, соответственно, уже пролечить. Ну, наверное, вот если не вдаваться в глубокие подробности, то, наверное, это и все. То есть это половые инфекции, о которых я, в общем-то, почти не упоминал, но здесь понятно, что необходимо пройти обследование как с мочеполовых органов, так и непосредственно с участков зуба, что очень важно. Это аллергическая реакция, на которую также нужно сдать кровь, это кандидоз, на который проходит обследование, ну и, соответственно, это кожные заболевания, на которые, в общем-то, можно заподозрить при внешнем осмотре и при более глубоком. В обследовании, конечно, нужно гистологическое исследование. Что делать при изуде вообще половых органов? Ну, при изуде половых органов необходимо обращаться к врачам-дерматовенерологам, которые как раз занимаются этой проблемой. Очень часто любили к урологам, гинекологам, но это не совсем правильно, потому что гинеколог, например, уролог не занимается в шаре, ну и так далее. То есть охватить эту проблему целиком – это прерогатива уж точно дерматовенеролога, это сочетание и кожных болезней, и половых инфекций. Вот эта специальность здесь как раз подходит наиболее активно, конечно, если зуд не затрагивает именно внутреннюю часть, например, полового члена. Тогда здесь возможно приучение уролога или других смежспециалистов. При необходимости консультации дерматовенеролога при наличии такого симптома для зуд половых органов в Москве можете обратиться в наш медицинский центр ПЛАТ и КВД. У нас принимают грамоты дерматовенерологи, также гинекологи, урологи при необходимости, которые будут подключены к осмотру, диагностике и лечению такого симптома у вас, как зуд половых органов. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.